Привет, друзья! И добро пожаловать обратно в Castlevania Harmony of Darkness, где мы находимся на облаках, но не умеем летать, к сожалению. Да, находимся в Skywalkway, в этой замечательной локации, где играет одна из моих самых любимых композиций в этой игре. И да, сегодня мы пройдем в новую локацию. Мы до сих пор ищем Лидию, у нас новая цель сейчас найти останки Дракулы, чтобы предотвратить замок от воскрешения. И также избавить Джуста от его судьбы, что он Билмонд. И да, пройдем сегодня в новую локацию, которая находится прямо здесь, Chapel of Dissonance, как видим. Самое лучшее, что мне нравится в этой локации, что музыка не меняется. У нас до сих пор эта замечательная музыка здесь. И да, кстати, название локации тоже очень важно, потому что... Ну, эта локация, она будет довольно маленькая, но здесь есть один ключевой элемент. Как видим, сама игра называется Harmony of Dissonance, да? И эта локация тоже Chapel of Dissonance называется. Так что это... Dissonance. Само слово, оно здесь очень-очень важно в этой игре. Его ключевой элемент является здесь. Но что именно оно значит, мы еще в этом эпизоде не узнаем. Мы узнаем немножко потом, но я вам советую, друзья, запомнить это слово. Dissonance. Это, да, это... Один из самых важных элементов в этой игре. Кстати, друзья, я там в прошлом эпизоде опять немножко запутался, когда говорил насчет семейного дерева Билмонтов и всяких таких вещах. Оказывается, Тревор Билмонт, который был в третьей Castlevania части... Получается, что вообще третья часть, оказывается, Castlevania, она вообще была приквелом оригинальных частей. Для меня это было что-то новое. Я всегда думал, что, ну как, ну первая часть, потом вторая, потом третья и так далее. Оказывается, нет. Третья это был приквел, так что... Так что, да, получается, у нас с начала... Вообще, в самом начале у нас было так, что... Тревор был одним из самых первых Билмонтов, потом был Саймон, здесь у нас анти-веном, а потом уже Джуст, так что так эта хронология работает, но он немножко запутался. Ну да, знаете, друзья, если честно, я о классических Castlevania играх я ничего много не знаю. Здесь у нас Hello Kitty скелеты опять. Я больше фанат... Metroidvania типа игр. Вот какая-то, например, где надо качать левелы и так далее. Так что, да, о классических я так много не знаю. И почему эта игра так похожа на Castlevania 3? Ну, видите, мне кажется, это просто... Такой, как отклик или отзыв, респект к классическим играм. Поэтому здесь так много элементов из этих классических игр. Castlevania. Так что вот так. Так, здесь мы находимся сейчас в какой-то очень-очень странной капелле. Тольно красивой капелле, я вам скажу. Halt next up. Да, в этой локации она не такая трудная. Здесь не будет босса, ничего такого не будет. Просто, как видим, там в самом начале было очень много этих скелетов. Лучников. А здесь у нас Flying Bone, которые постоянно здесь появляются. А! Кидают свой... Spear. Так. Надарим нам эту магию. Эта магия не такая хорошая, совсем топором. Но что мне больше нравится, то это Emerald Cloak, который находится здесь. Так, мне кажется, что-то он там повышал. A Bright Green Cloak. Да, повышает Дефенс на 2 пункта, лучше, чем Бэнгл. Здесь не такой хороший. Здесь только на 1 пункт. Так что, да, поменяем вместо Бэнгл, так как дает больше Дефенс здесь. Да, интересная вещь насчет этого Emerald Cloak. Что когда мы делаем Dash, так, видимо, у нас остается... За Джустом остается такая, как зеленая тень. Обычно остается просто такая синяя, а сейчас зеленая. У нас еще будут другие Cloak, которые дают другие краски нашему... Нашей тени, да, скажем так. Так что мы будем их получать немножко потом. И здесь у нас какая-то очень-очень странная дверь. Как видим, вообще покрашена в другой цвет. Не такой, как обычно, как были все остальные двери. Не в зеленый цвет, а в... Желтый. It is locked with a magic spell. Так что, друзья, это ключевая дверь в этой игре. Так что запомните, что это Harmony of Business. И что это локация Chapel of Business. Это будет очень-очень важно потом. Ну, как видим, пока что мы ничего не можем делать с этой... С этой дверью. Так что просто ее оставляем. И продолжаем играть дальше. Так. Здесь мы получаем Life Max Up. Что просто замечательно. Поэтому я не хотел какие-то Potion использовать. Потому что я уже знал, что здесь будет, а... А, Life Max Up. Здесь можем восстановить нашу жизнь таким образом. И да, скоро эта локация уже закончится. Ну, здесь есть один очень-очень такой странный предмет, который можно взять. По идее, мы его не можем взять сейчас вообще. Но есть один трюк. Есть один трюк. С которым можно его получить. Так, хочу немножко книжечки поменять. Ха! Да, здесь. Видимо, здесь наверху находится один артефакт. Один остаток. Дракулы. Но мы не можем его получить пока. С одной-другой способностью мы не можем его получить. Но! Есть один трюк. Как видим, здесь летают очень-очень много этих... Этих скелетиков. И помните, у нас есть вот такой вот прием. Так что мы можем просто ждать, пока один из скелетов будет там пролетать. И просто использовать этот прием на нем. Сейчас хочу. Да, вот так. Как видим. И да, с этим приемом мы можем получить этот артефакт. Eye of Ladder. Так что, друзья, нормально. Вы должны получить этот артефакт немножко потом. Но с этим приемом, который я вам только что показывал, мы можем получить его прямо сейчас. Так что, да. Одна из реликвий. Один из остатков... Дракулы. 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 Очень-очень быстро, и тогда довольно трудно избежать его атак Ой-ой-ой, как сейчас, например И да, даже эти платформы нас не могут спасти от его атак Да, у этого баса также довольно много жизни Так что эта битва может составить, ну, маленькие проблемы В таком понятии, что мы будем этого баса бить довольно долго Может быть, использовать какой-то пошин, а где у меня их довольно много Ха-а-а, кислотный дождь Да, видимо, даже сам дьявол боится пару капель Маленького дождика Так что да, просто стараемся избежать его атаки Да, кстати, когда он приземляется, использует свой огненный шар Мы можем это просто избежать, просто когда мы приседаем Так что да Да, сначала я думал, что это может быть какой-то ангел Так как мы здесь находимся в Skywalkway, на небесах Но здесь так странно, что у нас не ангел, а сам дьявол Да Ой-ой-ой-ой Кислотный дождь И левела Да, вот и наш дьявол Это довольно легкий босс И да Это все с ним Так, что у нас здесь? У-у-у-у Солнечные очки Ray-Ban? Нет Night Goggles Да, эти очки будут нужны прямо сейчас Ну, как видим, сейчас мы можем пройти в новую локацию прямо сейчас Но пока что именно в эту локацию я не хочу идти В нее я хочу идти немножко позже, когда мы разберемся с одной другой локацией Мы сейчас можем пройти в одну другую локацию Итак, видим, у нас сейчас есть солнечные очки Night Goggles Gives the user the ability to see in the dark to a certain degree Да, и как видим Ну, эти статы не так важны Потому что Эти очки будут важны Только в одном месте Видим, на карте У нас там не заполнена карта была Внизу Если помните Там, где мы боялись темноты Так что сейчас, когда у нас есть эти Эти солнечные очки Мы можем видеть там больше Как с солнечными очками Можно видеть больше в темноте Я не знаю Это как-то парадоксально довольно Потому что Эффект По-моему, должен быть Наоборот Совсем другой Мы должны видеть Меньше Но здесь Это все работает немножко по-другому Так, здесь опять эти мечи будут Ну, даже меч Не любит дождь Я не знаю, как это работает Может, просто он, не знаю Ржавеет И умирает И все Да, друзья? Я точно не знаю, как это работает Но эффективно Так, видимо Мы много не видим Без Как видим Мы много не видим Без Очков Так что нам надо Их экипировать Так, сейчас посмотрю На что бы мне поменять Так На leather cap Я думал, да Оденем Наши Стильные очки Итак, видим Сейчас Мы видим Больше Что очень-очень важно Довольно В этой Именно в этой комнате Потому что здесь Да, у нас Много-много спайков Face guard Хм Так Хорошо ли это предмет An item designed to protect the user's face Ну, может быть Знаете Довольно Важный предмет Именно здесь Потому что там спайки Прямо с потолка Надо как-то голову беречь Даже лучше чем Эмеральд клоук Может быть Поменять на Эмеральд клоук Хм Это сейчас думаю Давайте поменяем на Эмеральд клоук Будем беречь Нашу голову Здесь Так Да Видимо Надо быть Довольно Осторожен Тут Окей Так Эта комната У нас приведет Ой-ой-ой-ой Эта комната У нас приведет В новую локацию О которой я говорил уже Которую мы сначала Которую мы пойдем сначала А потом уже В ту другую локацию Ну, по идее Так и игра Планировала Делать Что сначала Надо навестить В ту локацию А потом Идти в новую Не-не Что сейчас Следовать Тут Так Тут ничего Нет Окей Что такое Какой-то Silent Hill Сейчас Вроде Так Мне кажется Здесь было Что-то У Hint card А где Первая У нас Душение Было Первой Да Эти предметы Довольно Уникальны Тоже Мы можем Получать Такие Как Хинты От игры Как видим Этот Уже Второй Первый Мы еще Не получали Но Второй И там Говорит Что The eyes of the goddess Statue Point to a secret Passage Значит Что есть Какая-то Статуя Которая Ведет В секретный Проход Или что-то Такое Так что Запомним Этот Хинт Немножко На потом Сейчас Он не очень Важный Но он Будет Важный В Мне кажется В следующей Локации Да Так Окей Осторожно Осторожно Еще Спайки Это же не Клок Тауэр Почему Тут Спайки Обычно Спайки Очень много Спайков Клок Тауэр Локации В этих Салвене Игра Мне кажется Здесь был Крым 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 Так Выключим Наши Книги Хочу Продемонстрировать Как работает Этот Крым Помните У нас Был Лого От Сринг Который Улучшает Наши Ножи А сейчас У нас Есть Крым Который Улучшает Сытую Водичку Так что Да Сейчас Я продемонстрирую Как это Работает Так Видимо Когда мы Одеваем Киос Ринг И Используем Сытую Воду То У нее Как бы Радиус Действия Довольно Большой Когда Киос Ринг Одет Так Это Работает Обычно Когда у нас Просто Не экипировано Не экипирован Киос Ринг То Этот Радиус Довольно Маленький Так Сейчас Думаю На что Поменять С Киос Ринг Что у меня там Стояло Ледер Боц Нет Бронз Боц Потому что Эмеральд Клок Даже Лучше Хотя Бронз Боц Даже Лучше Еще Да Бронз Боц Итак Когда у нас Нету Киос Ринг Видимо Радиус Столь Маленький А когда У нас Одет Киос Ринг То Святая Утичка Вообще Прыгает Так что Вот так И да Друзья Здесь Новая Локация Так что Остры Зомби Скелеты Или Все-таки Эта игра Думает О природных Потребностях Человека Ну Как это Есть Это мы Узнаем В следующем Эпизоде Друзья Так что Да Спасибо За просмотр И До встречи До следующего Раза Пока Пока Субтитры Субтитры